Первый путь — это невежественный путь. Это путь, в котором человек злится, ненавидит, страдает, обижается, мучается и постоянно думает об объекте насилия. Почему это происходит? Потому что боль вызывает такую реакцию. А так как человек не имеет никаких отношений с Богом, он не может победить эту боль. У него нет возможности. Он постоянно на ней концентрируется, это вызывает у него негативные эмоции. Все. Это замкнутый круг, из которого вырваться невозможно. Просто невозможно. Это первый путь. Замкнутый круг. Концентрация на проблеме. Я не могу выйти замуж, я не могу выйти замуж, я не могу выйти замуж, я не могу выйти замуж. Все, дальше, значит, так и будет. Один человек нашел кувшин с Джином. Это анекдот. Вот. Потер, Джин вышел. Как он концентрировался на проблеме, вот он сразу Джину выдал. Говорит, я хочу, чтобы у меня все было. И Джин ему говорит, у тебя все было. Все. Выполнил его желание. Следующий вариант — это менять шило на мыло. Допустим, девушка, кто-то ее бросил, она понимает, что, она чувствует, что если она будет ненавидеть, то она так и останется одна. У нее есть это чувство, потому что хватает отношений с Богом для этого. Бог, как совесть, он обо всем докладывает. И она в сердце чувствует, нельзя ненавидеть, нужно что-то делать. А что делать, она не знает. Поэтому есть второй путь, который принимают люди, которые не знают, что делать, но понимают, что надо что-то делать с этим. И они делают что? Они думают, надо найти другого быстрее, чтобы этот отвалился. Называется поменять шило на мыло. Ну, то есть, заноза с занозой вытаскивается, да? Ну, то есть, если ты, как бы, нашел другого, сердце успокоилось, и все стало классно. Все. В этом пути есть проблема. Проблема заключается в том, что по факту ситуация не решается. Ведь нужно же в молитве судьбу поменять, что-то сделать со своим сердцем, потому что думать, что просто он виноват во всем, и надо найти того, кто не виноват, это глупо. Вина в отношениях всегда двоякая. И виноват, конечно, больше тот, кто бросил отношения, кто не выдержал страданий. Вот. А тот, кто выдержал, не виноват. Но некоторые девушки, как я знаю один случай, девушка слушала мои лекции внимательно, и она сама не бросала, но помогла бросить другому. Потому что она понимала, что если я брошу, у меня будут проблемы. Пусть лучше он меня бросит. Понимаете, Бог же не дурак, он все видит, что там внутри. И он такие вещи как бы не прокатывает, понимаете, не прокатывает. Вот. Поэтому надо понимать, что шил на мыло поменять не работает система. Допустим, меня бросили, и я хочу отречься сразу, ищу себе другого человека, улыбаюсь всем. И что происходит дальше? Так как сердце-то занято еще другим человеком, ты себе находишь человека, а с ним не строится близких отношений. И потом он пытается, пытается построить, он говорит, ну извини, до свидания. Ты потом следующего, опять ничего не получается. Ты думаешь, я что, проклятая, что ли? Я не могу, что ли, теперь вообще никого себе найти? Нет, просто ты выбрал неправильный путь. Есть путь невежественный, есть путь страстный. Страстный путь означает забыться. Просто найти себе кого-нибудь быстрее, 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 чтобы все, не было страдания. Но страдания же даются для того, чтобы ты что-то понял. Поэтому есть только один путь хороший, это благостный. Нужно настроиться на святого человека или святыню. Слушать голос святого человека. Почему я этот метод все время одинаково повторяю? Потому что он очень эффективный. Конечно, есть и другие методы. Можно самому просто настраиваться без голоса, без всякого. Это будет тяжелее. Если ты слушаешь голос святого человека и думаешь о святом, то ты в этом настроении этого человека, которого слушаешь, это делаешь. А у него настроение уже проработано десятками лет. Он это делает, и он знает точно, как молиться. У него есть правильное понимание, у него есть сила, у него есть знания, у него есть опыт и все остальное. И ты в результате звука, слушания это все перенимаешь. И когда ты кланяешься, служишь этому человеку, забываешь про себя, в это время Бог начинает решать проблему. Что он делает? Он сердце успокаивает, дает знания. Сначала приходит успокоение. Раз. Потом приходит знание, почему он бросил. Причем это знание не означает, потому что он козел. Бог говорит сердцем. Ну что он козел, поэтому он бросил. Бог так в сердце не говорит. Он, Бог в сердце говорит, твои проблемы. Он тебе открывает тайну твоего характера. У меня сейчас подошла девушка и говорит, почему этот человек так со мной себя ведет? В чем тайна? Я ей объяснил тайну характера, она себе этого не знала. У нас как характер наш, как кот в мешке. Мы ничего не знаем про себя. Мы только видим результат. Видим, что плохой человек себя ведет. Один человек, это классика жанра, понимаете? Вот следующий анекдот про то, как мы относимся к людям. Один человек поел святой пищей, освященной, такой возвышенной, чистой. Поел. И потом, как бы, в туалет сходил, смотрит, что-то воняет. Думает, вроде возвышенную пищу поел. И дальше уже анекдот идет. И пища ему человеческим голосом говорит, слушай, я, говорит, была возвышенная и святая. Но в результате общения с тобой я стала такой вонючей. Что ты от меня теперь хочешь? Это анекдот, в нем есть много правды. Мы же не знаем себя совсем. Мы думаем, ну какой стал со мной человек. Вроде был нормальным, когда женились. Сейчас какой стал, воняет, ходит вообще. Ну, как бы, волны достаются, волны моя досталась тебе. Но мы-то себя не понимаем, в этом проблема заключается. А чтобы себя понять, нужна вот эта молитва. Когда ты получил результат жизни, тебя бросили, там оставили одного, ты начинаешь молиться. Первое, что успокоение. Ты прощаешь человеку. Второе, знание о том, что ты делал не так. А третье, дальше что приходит, это очищение полностью этих отношений. Светлая память об этом человеке остается. Хоть он бросил, ты помнишь, все хорошее с ним. И все, светлая память. И тогда, когда светлая память приходит, тогда Бог назначает следующего. Он начинает в тебя верить и думает, попробуем еще раз. Еще одна попытка. Может быть, с этим человеком она образумится и поймет, как вообще правильно себя вести. Еще раз. Еще раз. Пусть двери распахнутся. Там есть, если еще раз. Приди, чтобы вернуться. Приди, чтобы вернуться. Вот. Ну, дает другого человека Бог. Но так как ты молилась, ты уже знаешь ошибки и можешь их исправить. То есть три состояния разума. Первое состояние разума, невежество, означает боль, отчаяние, депрессия, все плохо, нет счастья в жизни. Допустим, ситуация тяжелая в стране. Ситуация тяжелая в стране. На 100%. Очень тяжелая ситуация в стране. Первый вариант. Злоба, ненависть, депрессия. Второй вариант. Смотаться за границу. Третий вариант. Вы ведь, сматываясь за границу, вы что делаете? Вы думаете, на самолете в рай улетают, что ли? На самолет целый раз уже в рай. В рай попадают с хорошей поступки. А когда человек, допустим, имеет тяжелую судьбу, он приезжает за границу, тяжелая судьба продолжается там. Он иногда думает, что там хорошая судьба, потому что так, все, классно стало. Ничего подобного. Это просто система червячка с крючком. Сначала клюешь вроде вкусно, потом зацепило и полез. Система червячка с крючком работает только временно. Люди, когда действуют в страсти, у них сначала сладкий вкус, потом горький. Допустим, люди встретились с началом медовый месяц. Они балдеют, почувствуют, классно, такая телка. Все. Девушка моей мечты, коранева красота, ты? У нее глаза, бриллианты три карата. Губы у нее, не померьте, ребята. Все классно вроде бы сначала. Медовый месяц идет. Дальше что будет? Дальше он понимает, что она, оказывается, кроме того, что она телка, у нее есть еще мысли в голове. Он вообще на это не рассчитывал. Думал, что у нее есть только вот все, можно этим пользоваться всю жизнь. А она что-то говорит еще. Не какие-то мысли, и надо что-то это слушать вообще. Он как бы не планировал, понимаете? Это вопрос не планировал. И он когда начинает это все, он думает, господи, у нее там внутри всего столько, что не дай бог вообще. Снаружи вроде улыбаются, а внутри там такое. И он думает, нет, я не хочу. Дальше горький вкус идет. Люди, когда в благости встречаются, они понимают, что ну да, хороший человек, красивый, все. Но цель-то какая? Построить же отношения. Не балдеть друг с другом, а построить отношения. Отношения — это же другая вещь. Серебряные свадьбы, негаснущий костер. Серебряные свадьбы, душевный разговор. Ради высокой любви мы обязаны помнить, что с нами пожизненно связаны, нитью незримую, нитью незримую наши любимые. И, понимаете, нужно в сердце отношения построить. Сначала понять, какая цель у человека в жизни, чего он хочет. А потом уже дальше потихоньку развивать все остальное. Даже если люди очень деликатно отношения строят, и сначала им трудно понять друг друга, они пытаются понять, прежде чем создать семью. Это очень трудно, это яд. Благости — сначала яд, потом нектар, сначала адкискезы, потом счастье, сначала молитва, потом победа. Жизнь страсти означает сначала яд, сначала нектар, потом яд. Сначала апалдеем, потом трезвельем. Так люди построили отношения, дальше хорошая, длинная, совместная жизнь. Хорошая, счастливая, совместная жизнь. Когда отношения построены, может быть, на это потребуется пару лет сначала, а потом уже совместная, счастливая жизнь. Все. Но для того, чтобы их построить, нужно опять же отношения с Богом. Своих-то сил не хватает понять человека. Итак, первый путь — вера в себя и в то, что я должна наказать кого-то или должен. Второй путь — это вера в удачу. Человек ищет кого-то другого взамен на потери. Он не хочет разбираться с собой, не хочет понимать ничего. И третий путь — это вера в Бога и вера в знания. Что человек думает о святом человеке, кланяется, изучает священные писания и пытается простить сначала. Пытается разобраться во всем, пытается в молитве почувствовать спокойствие. И когда человек успокаивается, совсем разбирается, у него светлая память в голове, тогда появляется возможность, Бог уже дает возможность найти другого человека. Итак, первый путь — ненависть к тому, что происходит в стране. Ненависть к тому, к врагам, ненависть к врагам. Вот. Это разруха. Дальше второй путь — удрать за границу. Это сначала нектар, то есть страсть, невежество, сразу просто разруха, проблем нет. Страсть означает сначала сладкий вкус. Поехали в Италию, там как бы… Все классно. Да, 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 да. Все вообще, ну все. А потом дальше пахать, как и шаг. Там же жизнь очень скована на западе. Там люди очень скованная жизнь. Или надо всегда обманывать на эти копейки, которые тебе государство дает жить. или надо пахать как и шаг просто люди держатся за работу просто мучаются работают 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 они у них нет от нука не могут у них очень скованная жизнь они могут как бы вырваться из этого тут здесь хочу работу кого а пошли вы все и пошел с работой все я правильно говорю или нет там скованность есть люди очень сильно привязаны как роботы чик 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 на работу с работы у них вот так вот а здесь как бы украинская душа меня не поработить так лучше же свободно правильно ну то там германская душа и ничего так работать дом работа дом работа дома сейчас германии были там на улице ходили людей нет на улице они все и работа или дом все они очень заняты у них все чисто порядок все хорошо но отношений мало людям люди страдают от одиночества здесь нет одиночества все на улице я вышел на улицу все на улице и улыбаются коль все нормально кто-то там забастовку решил сделать тут улыбается каждую свою жизнь вот там же все блестит европе то все блестит туда поехали поехали в европу там все блестит а потом надо пахать как и шаг сначала нектар потом я ну так же и в россию там еще кто-то куда-то удрал везде своя жизнь понимаете везде как бы сначала там вместе сняться острова потом своя культура своя жизнь и здесь свои трудности вот и третий путь другой смотрите третий путь понять что то что происходит это моя судьба это судьба моей родины это моя судьба это моя страна это моя судьба моя родина моя жизнь я сегодня молился с утра я почувствовал украину почувствовал вот эту личность женского плова которая сильно страдает и очень больно сейчас я начал сердце своем кланяться ей как бы пытаться помочь я почувствовал такую радость сердце что она рада вот что я так настроен она у меня с не настроена там русские не русские и все равно она просто видишь что я понимаю ее и она благословляет меня тоже вам надо просто начать думать о боге кланяться святости думать слушать голос силу получать в сердце через голос святого человека и вот принять судьбу страны в свое сердце принять ее и кланяться дальше святому человеку постепенно в вашем сердце судьба страны станет сильной и спокойной вы почувствуете могущество вашей страны почувствуете силы и радость бесконечная в сердце придет когда это произойдет то дальше ваша социальная ситуация здесь станет гораздо лучше вы почувствуете что вас и начали заботиться что вы нашли работу потому что это же все под влиянием родины происходит понимаете как ты относишься к ней так и как бы если ей больно а ты как бы пытаешься ей помочь своим сердцем молишься за нее то тогда она тебе тоже начинает заботиться и ты получаешь отношения уже в своей жизни с теми с кем надо чтобы у тебя с жизни все здесь сложилось я не против того что то кто-то уехал уехал нормально нет проблем я также считаю что если боевые действия начинаются где-то нам немедленно туда уезжать вообще ни секунды там не останаться если людям которые не участвуют в этом и все просто уезжать и бросать все все дороже жизнь дороже всего дома там работы банковских счетов все надо оставить и уезжать из этой ситуации потому что если ты не уезжаешь ты жизнь ставишь свою жизнь дешевле этих всех шмоток веды по этому поводу приводит такой пример что знаете когда наступает наводнение одни животные спасаются а другие нет как вы думаете какие спасаются какие нет ответ есть на этот вопрос те животные которые драпают они не привязаны к норке они спасаются но некоторые как бы хомячки много добра вот они в норку и водичка туда тоже в норку они буль-буль понимаете а те которые не привязаны к норке не убегают норка держит понимаете норка это очень важно знать но также вам важно знать что здесь ничего плохого не будет то сто процентов вот здесь в Киеве ничего плохого не будет сто процентов не беспокойтесь вам бежать не надо никуда будет сто процентов итак как сделать разум устойчивым и ум спокойным во время трудностей жизни в Бхагавадхи в Бхагавадхи есть такое высказывание тот кто не пытается связать себя со Всевышним в своей жизни он не может сделать свой разум крепким и ум спокойным поэтому единственный способ это сделать это решать проблемы все в сердце это объясняет что есть два типа действия одно один тип действия называется пред действие а второй собственно действие само и пред действие это самое главное действие оно выше всего а само действие стоит на втором месте фактически пред действие или действие в сердце определяет исход действия снаружи поэтому в древности воинов воевали таким тренировали таким образом для них было очень важно оформить перед битвой две вещи в своем сердце это было пред действие оформить было это очень сложно они совершали тяжелую молитву для того чтобы это все оформилось первое действие первый вид понимания вещей в сердце самое главное им надо было понять что я сражаюсь за Родину то есть надо было почувствовать Родину и надо было захотеть отдать ей свою жизнь вот это в молитве совершается невозможно сделать когда танк едет то есть ты не можешь это уже сделать потому что в это время происходит вполне естественная реакция и тяжелеют штаны понимаете то есть это вполне естественно любого человека как бы если он не оформил зачем ему это надо и когда он уже видит что там поехал вот он уже в этот момент и все сначала штаны а потом дальше соответственно происходит то что должно произойти вот но когда человек молится и он в молитве в молитве хочет отдать свою жизнь за Родину дальше что происходит в этот момент но Родина а это личность в этом мире все соткано из личностей Родина наделяет его огромной силой внутренней он становится героем еще раньше чем он пошел в битву понимаете потому что его это сила в сердце она могущество означает способность понимать что будет дальше кто стреляет кто чего то есть человек чувствует ход битвы он наделен силой способностью ориентироваться в обстановке там не то что там случайность какая то нет случайности с такими людьми и вторая вещь которую он должен оформить в своем сердце очень важно знать об этом это доброе чувство к врагу когда человек понимает я защищаю Родину могу убить человека но я не против него он просто нападает на мою Родину и я ее защищаю доброе чувство к врагу дает необыкновенную доблесть вам могу сказать такую вещь что в ведах описаны такие ситуации прямо описываются ситуации что когда два человека сражаются друг с другом и один ранит другого если тот во время ранения не испытал злого чувства то он побеждает битву несмотря на то что он ранен представляете потому что тот второй теряется когда он видит что тот ну как бы у него руку отрубило да там или что то с ним что то произошло стрела там воткнулась а он так раз отдышался и пошел дальше то есть он спокойно и у него в глазах спокойствие трезвость сила и тот второй уже не выдерживает то есть сначала плохая карма на одного то есть плохой карме надо же кого то сожрать понимаете тот один должен погибнуть вот и она на этого бросается он выдержал испытание дальше куда она идет назад и у того человека который это сделал увидел что вот так у него подкашиваются ноги он теряется на плодах быстрее хочет того уничтожить он теряет концентрацию и в результате гибнет понимаете о чем я говорю что тот человек который способен благородно вести себя во время трудностей он побеждает всегда что становится непобедимый воин фактически даже стрела коснуться такого человека не может я просто привожу такие примеры которые будут понятными ну то есть можно другие примеры не обязательно война там есть много разных примеров вот просто надо понять одну вещь что есть преддействие есть действие преддействие она решает ход действия например если девушка в молитве уже все решила вот поднимите руку девушка которая не может выйти замуж но сердце успокоилось по-настоящему не чтоб Олег Геннадьевич сейчас экзамены принимал а вот сердце по-настоящему успокоилось у вас нет никаких сомнений вы как бы не беспокоитесь на эту тему все железно просто ну железно у меня совпадает с вашим мнением просто железная ну гарантия того что все будет хорошо просто железная гарантия видите все решается в сердце это называется преддействие когда человек это преддействие совершает то есть он связан со Всевышним в своем сердце он отдал свою судьбу ему а Богу обещает жить праведно и для этого живет то в этом случае Богу не сложно же найти мужа вообще столько мужиков вокруг все его гарантия сразу приходит понимаете человек сдал свой экзамен и причем интересно у него разум становится очень сильным он понимает все вокруг он не просто понимать когда я хочу мужа я хочу мужа ну на вот возьми вот и распишись взяла и подумал что я поторопилась ну ты поторопилась потому что все неправильно происходило вот когда человек в молитве совершил преддействие тогда Бог наделяет сильным разумом человека плюс спокойным сердцем и такая женщина уже смотрит за кого выходить у нее четкое представление вот это мой человек это не мой человек у нее есть картинка понимаете Бог дает ей могущество на нее смотреть начинает раз и у нее есть картинка она может выбирать у нее есть свобода выбора но когда жажда в сердце как бы горит она не оставляет свобода выбора понимаете допустим вы решили купить квартиру у вас жажда в сердце горит и вы как бы смотрите вот то что мечтала вот она квартира все классно и вам говорят покупайте прямо сейчас или у меня другие уже есть жажда в сердце горит что это значит это значит что вас обманывают это подвох я объясню как это работает в жизни существуют примеры из бед и объясняет что судьба всегда время всегда ловит человека за его необузданное чувство и также всех живых существ например у рыбы самое необузданное чувство это чувство вкуса она вообще немножко туповатая она там вот такая знаете не окружается единственное счастье которое мы получаем через рот и нравится вот этот запах все тут ними там воркут как бы все процессы происходят счастливые и поэтому рыбка клюет червячка и думаете она не чувствует что там есть крючок она если не чувствовать сразу его проглотила она раз клюнула червячка крючок чувствует но червячок понравился червячок классное чувство вкуса очень сильно ну блин настоящий французский вот квартира почти за так и она этого червячка берет в рот еще раз раз и и все жизнь закончилась точно также олень он очень почему такой грациозный он живет слухом вибрации это самое большое счастье которое он испытывает он потом любит останавливаться и слушать слушать звуки леса наслаждается звуками и в это время когда вдруг неожиданно божественный звук возникает звук рожка охотника он тыг-тыг-тыг-тыг-тыг сейчас так не ловит олень но раньше это описано это классический способ он тыг-тыг-тыг-тыг-тыг-тыг бежит на звук рожка и дальше пиф-паф ой 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 умирает зайчик мой вот то есть самое сильное чувство слуха у оленя приводит к гибели следующий вариант у мотылька самое сильное счастье он испытывает от света ему нравится просто он балдеет от того чтобы что-то светилось все мотыльки погибают от огня больше того мотыльок даже на солнце может лететь и от этого погибнуть просто сгореть под солнечными лучами но всегда он погибает только от света почему же вы думаете что с вашим желанием получить квартиру что-то по-другому будет все то же самое это классика жанра поверила поверила и больше ничего один раз в год сады цветут весну любви один раз ждут понимаете ну как бы все классика жанра все одно и то же понимаете как же покупать квартиру ну невежественный вариант вы уже поняли это сильное желание купила и промахнулась а деньги пропали поднимите руку кого-то так произошло есть такие донцы второй вариант это страсть страсть означает шило на мыло обманывать судьбу сначала нектар потом выплаты ипотеки долгое мучительное это страсть страстный подход к покупке если знаете если так посчитать то если бы вы не поплачивали вы бы купили квартиру в два раза быстрее потому что выплачиваете два раза больше ну чуть-чуть просто помучились без квартиры покопили денежку потом раз купили ничего не выплачивать вы тоже придется мучиться но в два раза меньше думаю выбирать думаю выбирать но чтобы мучиться в раза меньше для этого надо жить в молитве потому что чувство то не пускают они покупать сейчас все выплатить за классно купил это ладно еще вот так а ведь и есть еще колебания курса валюты а банки же все учитывают и можно вообще все потерять можно на этой ипотеке потерять все жилье свое все имущество и вообще остаться без штанов между прочим так про между дело вот и третий вариант это благостный благостный вариант означает спокойно копить откладывать денежка появился так купил потом прибавил жилплощадь так постепенно жи-жи-жи-жи-жи и все и появилась квартира и как покупать нужно в молитве сначала успокоиться успокоиться что я быстрее быстрее успокойся молитве человек успокоился и дальше так как у него сердце спокойно разум становится сильным и ум спокойно означает проницательным человек видит кто продает квартиру видит квартиру он еще подумает он не торопится у него все спокойно и знаете в сердце приходит такое чувство вот как раз этот вариант она причем имеет спокойную природу точно так же смотрите есть два варианта допустим девушка какой парень у меня смотрит вот это один вариант плохой этот вариант приводит потом к разрухе очень тяжелые отношения тяжело жить и все плохо так сначала естественно никто а потом я вот второй вариант в сердце появляется чувство хороший человек хороший человек все будет нормально можно выходить замуж но это все что всегда возникает через служение богу через молитву поднимите руку у кого так получилось вот замечательно все ведь это правильно на стабильность дает возможность жить нормально как же сделать свой разум устойчивым он спокойно во время трудностей жизни нет другого способа понимаете точно так же как нет другого солнца в этом мире нет другого способа как через сердце если у человека нет в сердце связи с богом если он не служит среди дома нема не молится но невозможно сделать разум сильным и ум устойчиво надо озеро счастья свое сделать очень крепким чтобы она ведь ведь озеро счастья всегда расходуется в нашей жизни мы никими связаны со всеми родственниками ребенок заболел что происходит в время кусочек счастья хотим мы этого или нет раз ребенку причем мы даже можем не знать что он заболел просто раз кусочек счастья ему и в сердце тревога по поводу ребенка я подхожу как-то день там чего и смотрим он уже насморк пошел потом температура и так далее чаще всего мать раньше узнает о болезни ребенка чем проявляются признаки так это или нет потому что через сердце подсказывает раз и тревога пошла почему она пошла потому что из сердца кусочек счастья тю тю а так как я с богом не связан молитве счастье не пополняется я не служу источнику света надо служить свету чтоб свет получать я не служу свету поэтому не пополняется что происходит в результате я отдала сколько могла а болезнь не вылечилась тревога не помогла но когда человек живет в молитве тот сразу же туда отдается столько сколько надо поскольку надо столько дается еще остается много и человек остается спокойно он знает что ребенок может заболеть но при этом также знает что делать чтобы он не заболел есть разные способы человек чувствует что надо сделать он принимает шаги и все спасает ситуацию бывают особо опасные ситуации которые могут привести гибели это несчастные случаи аварии разные там и так далее не был случай я такой лечу в самолете и всегда когда взлетаю начинаю молиться и думаю как пройдет этот полет спрашиваю господа в молитве кланяю всему спрашиваю господа и в один полет мне и сердце такой ответ будут трудности на посадке и я такой и и и и и бог и и так вот всякие бывают ситуации при посадке когда только я такой ничего себе вот приехали вот я начал всю дорогу молился просто потом раз сердце отпустило все хорошо как бы все классно я сижу такой думаю может мне помилищность все жреки нормально ничего вообще солнце ясное самолет летит хорошо стеодессы улыбаются обычно как трудности сердце улыбается так как бы они хотят улыбаться но лицо бледно значит что-то не то я уже все там столько летаю уже все изучил что-то происходит этом смотрите вот и смотрю все улыбаются классно все спокойные и когда мы садились вот мы садимся до остается до земли буквально там ну я не знаю метр может быть резкий порыв ветра который никто не ожидает просто хрязь по самолету откуда он взялся непонятно вообще просто фантастика и самолет вот так вот бам-бам-бам-бам-бам-бам и выровнялся и поехал стюардессы когда я выходил они говорили там хеллоу гудбай там все как положено но лица все каменные бледные просто то есть ну пассажиры ясно что они не врубились как бы что произошло крыло если чуть-чуть поближе к земле все капец сразу смерть мгновенная для всех при посадке это крыло закоснулось до свидания все жизнь кто-то может там спасется но как много как это говорит я говорит доктор я буду жизнь жить доктор год я бы тебе не советовал ну вот так раз 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 и все и поехали и потом как только это закончилось в сердце как бы ответ видишь вера приходит вера ты думаешь вижу она понял буду дальше также жить человек не должен доверять это ну как бы этому времени свою жизнь нужно делать преддействие каждый день каждый день человек должен промолиться столько сколько надо вот я допустим вчера у меня как бы я когда уходил с лекции у меня совесть как бы сказала мне а чё ты тут это перед этими людьми выпендриваешься вообще ты в этой ситуации находишься сам нет ты это все прочувствовал или нет чё ты тут выступаешь делаешь крутой вид там типа давайте будем как бы родину любить и так далее я решил для себя завтра будем этим заниматься я начал молитве думать об украине и дальше я почувствовал чистоту в сердце радость я почувствовал что победа однозначно что все придет счастье в эту на эту землю я бы у меня не был никаких сомнений чистота спокойствие такая пошла и потом бог мне еще сказал такой в сердце напоследок когда это все я думаю чё какая спокойствие смотри что происходит у меня как бы пункта он говорит так типа не понимаю почему спокойствие и дальше знание пришло и знание такое что крепость во что-то всегда приходит после тренировки после испытаний сначала нужны испытания потом наступает крепость по-другому никак не бывает если ты хочешь быть крепкие мышцы иметь надо их качать ну то есть или ты сам себе испытание делаешь или судьба делает испытание что-то не бывает